Христос воскресе! С праздником Светлой Пасхи, дорогие зрители православного канала Экзегет! И вот в этом нашем небольшом цикле бесед мы с вами рассмотрим Евангелие, которые читаются за богослужением на Светлой Седнице, читаются за литургией, не во время крестного хода, а именно на литургии, поскольку в их расположении в таком Светлой Седнице просматривается очень важная логика. Которой следовали устроители богослужения Древней Церкви, и мы с вами убеждаемся в том, что действительно это очень древняя такая традиция, связанная с теми временами, когда необходимо было вводить в Церковь оглашенных и в первую очередь давать им азы того богопознания, которые вот как раз таки и содержатся, определяются в этих евангельских чтениях, которые характеризуют именно вот эти необычайно важные чтения, евангельские чтения Светлой Седнице, пасхального цикла. Да, и мы с вами, так сказать, достаточно кратко посмотрим на содержание этих евангельских текстов. Ну, для удобства восприятия будем с вами читать их на русском языке. Ну, безусловно, не для одних только оглашенных, но и для уже, так сказать, полноправных членов Церкви Христовой необычайно важно то, что читается в Евангелии в дни Светлой Седнице. Это чтение имеет неприходящее значение, и мы всегда, вне зависимости от нашего церковного возраста, нашего преуспеяния, и мы всегда можем для себя найти, обнаружить что-то важное, новое и имеющее неприходящий смысл для нашей с вами души. Итак, в сам, собственно, первый день Пасхи, в Светлого и Христового воскресенья, мы слышим первое зачало Евангелия от Иоанна, которое на русском языке звучит так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к Своим, и Свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дало власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все ему приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Ну, вот, конечно, надо сказать, что просто едва ли человеческий ум может в полноте объять ту глубину и ту высоту благовестия, в которые сразу погружает нас, до которой возносит нас своим словом святой апостол Амагелистан Богослов. Можно подробно объяснять, разъяснять, толковать каждое слово из этого невероятного действительно по своей глубине евангельского отрывка. Но, в общем-то, сейчас наша цель состоит в том, чтобы показать именно какую-то общую тенденцию, общую связь, которая объединяет с собой евангельские чтения. Поэтому мы не будем посвящать наше время такому именно подробнейшему какому-то анализу, толкованию этого места. Но отметим, что здесь святой апостол Амагелистан Богослов полагает вот самые такие, наверное, фундаментальные основания вообще человеческого благопознания. Во-первых, мы можем познавать Бога, потому что Он Слово, Он словесен. В этом сродство Его с нашою душою. Мы можем общаться с Ним, потому что Он Слово. И способность к восприятию Слова содержится в каждой человеческой душе. Но при этом Он Слово, которое было изначально у Бога и которой есть Бог. Здесь уже так прикровенно, но на самом деле вполне очевидно, указывается на божественное достоинство второй апостаси Святой Троицы, хотя сами эти слова об апостаси, позднее принесенные в богомудрое богословие греческих отцов, здесь не используются. И так, благодаря тому, что Бог Слово, мы можем вступать с Ним в общение, мы можем его постигать. И этим словом создано все. И ничего из того, что существует, не имело бы существования, если бы не это божественное слово, творческое слово, которым осуществилось все творение. И в нем жизнь, и в нем свет. И об этом свете свидетельствует Иоанн Предтеча, человек, который был послан для того, чтобы приуготовить пути познания Бога другими людьми. В этом, конечно, великое вселенское значение проповеди святого Иоанна Предтечи, о котором еще далее не раз будет упоминаться в эти святые дни празднования Пасхи, празднования Воскресения. И вот здесь уже вот эта основа, да, вот это то, что отделяет общество христиан и всех прочих, оно уже так же выражено со всей ясностью о том, что свет пришел в мир, что свет воплотился, что мир не принял это воплотившееся слово, этот воплощенный свет, но что святые апостолы видели его благодать, его славу, как единородного от отца. Вот здесь уже тоже, конечно, заложены такие основы для будущего богословия православной церкви. Впервые появляется вот это, так сказать, понятие единородный, которого впоследствии также будут характеризовать отношения отца и сына и будут обосновывать вот то великое учение Святой Троицы о едином Боге в трех лицах, которое отличает собой подлинное христианство от всех прочих монотеистических религий и многочисленных подделок под христианство, которые распространились в виде всевозможных ересей по всему миру в виде такого всевозможного человеческого суемудрия. И в этом познании слова, познании сына Божия мы получаем благодать на благодать, потому что закон был дан Моисеем, а теперь Иоанн Богослов возвещает новую эру, новую эпоху богопознания. Это уже совершается не просто через букву закона, изложенную Моисеем, но через ту благодать и истину, которые принесены в этот мир Иисусом Христом. Итак, богопознание – это свет, богопознание – это приобщение к Слову Божию, которой есть сам Бог, которая изначально, которая единородна Отцу, которая воплотилась, Слово стало плотью, поэтому стало постижимо. И это богопознание совершается той благодатью истиной, а не просто буквой закона, которую использовали иудеи для своего такого весьма ограниченного познания Бога, но теперь в духе истине совершается это познание, и это поклонение, поскольку именно таких поклоняющихся ищет Бог. Действительно, необъятны эти евангельские слова, необъятен их смысл. Очень трудно даже кратко хотя бы выразить то драгоценное для человека содержание. Можно только опять и опять перечитывать эти слова и забрасывать нефть в свои мысли, своего сердечного сопереживания, чувства как можно глубже в их бездонные глубины богословия для того, чтобы обогащать свое сердце тем тайным жемчугом, который может богословствующий ум излечь из вот этих божественных слов первого зачала Евангелия от Иоанна. И так, в этом Евангелии уже задается та высочайшая планка, которая будет впоследствии всегда оставаться ориентиром для всех поколений христиан, вне зависимости от их такой, так сказать, вне зависимости от той эпохи, в которую им доведется жить. Ну, и так, в тот же самый первый день Святой Пасхи, но уже на вечернем богослужении мы с вами слышим, что, в общем-то, обычно не характерно для богослужения, да, как мы знаем, на вечернее Евангелие читается только в особенных каких-то случаях. Но здесь мы собираемся вечером в храме подобно тем ученикам, которые собирались в своих, в своем этом тайном месте, где страха ради иудеи, с запертыми дверями они сидели в недоумении, и тут это недоумение прогоняется светом воскресения Христова. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за поседни от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично «Мир вам!» Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им «Примите Духа Святого!» Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа, но Он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Итак, здесь уже в этом Евангелии совершенно понятно и очевидно, почему оно читается именно вот в этот день и именно такое время для него выбрано. Мы с вами как бы присоединяемся к сообществу учеников Христовых, да, мы вместе с ними принимаем ту благодать Святого Духа, которая способна отпускать нам грехи. Здесь уже начало вообще основного смысла всех таинств, которые установлены Спасителем в его церкви и суть которых можно так или иначе свести к тому, что благодаря благодати Святого Духа человек освобождается от груза, тяжелого груза своего греховного прошлого, настоящего, от своей человеческой греховной немощи, получает постоянное очищение, постоянное облегчение этой благодатью Христовой. Это, конечно, невероятное такое подспорье человеку и необходимейшее условие для благопознания, для совершения благопознания. Ну, действительно, как может совершаться познание человеком Бога, если он постоянно пребывает раздавленным тяжестью своих грехов, если душа его постоянно поморочена греховными мыслями, греховными чувствами, греховными поступками, больной, нездоровой совестью, от всего от этого мы с вами получаем исцеление и облегчение благодаря спасительному действию благодати Святого Духа, в первую очередь в таинстве покаяния, в таинстве исповеди, ну, и также и в тех других таинствах, в которых принимаем участие, и благодаря этому только наша душа, наш ум, наше сердце получает свободу, получает легкость, получает возможность для того, чтобы богословствовать, для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы приобщаться к этой благодатной, божественной энергии Святого Духа, которая разливается в обществе верующих и просвещает человеческие сердца. Не случайно здесь упоминается и об апостоле Фоме, как вот о таком участнике того, что происходило в этот день, но, тем не менее, не рассказывается его история до конца. Полное содержание истории апостола Фомы мы с вами уже услышим в евангельском чтении ровно через неделю, спустя, на восьмой день после Святой Пасхи, в день Антипасхи, в день второй недели, когда мы с вами будем совершать неделю Святого Апостола Фомы и вспоминать то, что произошло весьма важное с этим Святым Апостолом. Итак, в понедельник или, если следует, так сказать, греческому именованию Дании Седмицы Дефтера, в день второй Светлой Седмицы, мы с вами слышим Евангелие, второе зачало Евангелия Теанна, которое продолжает для нас возвышенную проповедь Теанна Богослова о воплотившемся Слове Божьем. Итак, прочтем это Евангелие. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий внедре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, кто ты? Он объявил, не отрекся и объявил, что я не Христос. И спросили Его, что же, ты или я? Он сказал нет. Пророк Он отвечал нет. Сказали Ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте пути Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были с фарисеев. И они спросили Его, что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илья, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его. Это происходило в фавари при Ордане, где крестил Иоанн. Ну, и так, если мы вкратце как бы попытаемся охарактеризовать основное содержание, основной смысл этого Евангелия, этого евангельского чтения, почему оно помещается именно здесь? Ну, во-первых, в нем идет речь о крещении, о том, что сейчас то крещение, которое совершает Иоанн, это крещение водою, но стоит среди пришедших некто, кто будет крестить огнем. Что за огонь? Огонь – это именно благодать Святого Духа. Крещение Иоанна состояло только в раскаянии, в умягчении человеческого сердца, в том необходимом условии, которое приготовляло человека для того, чтобы принять последующие события, последующие великое явление Господа нашего Иисуса Христа, принять уже то крещение, которое несет с собой Он, крещение огнем, крещение благодатью Святого Духа, этим божественным, небесным, воистину огнем. Не случайно помещается здесь это евангельское чтение для того, чтобы те, кто как раз в эти дни принимал крещение в древней христианской церкви, могли проникнуться пониманием, постижанием того, что же в действительности с ними произошло, что над ними совершился не какой-то обряд, состоящий в том, что они покаялись своей прежней жизни и омылись в водной купели, нет, на них сходит незримо божественная благодать Святого Духа и начинает, очистив их сердце, руководить их к постижению божественной жизни, которая есть огонь поедающий. И вот это, конечно, во многом придавало ощущениям крещаемых совершенно другое качество, другую высоту, потому что это происходило именно с ними, с теми, кто принял крещение в эти дни. Ну, а те, кто другие члены церкви, которые разделяли с ними их радость, также возвращали с воспоминанием к тому времени, когда и они сами принимали святое крещение и разделяли вот эту огненную благодать в своем сердце с теми, кто только вступил на путь христианской жизни. Кроме того, в этом евангельском чтении подчеркивается важность для христианской жизни, важность для богопознания проповеди, ведь это именно то, что совершает Иоанн Предтеча. Вера отслышания, говорит святой апостол Павел, действительно, очень часто вера, очень часто начало благопознания полагается проповедью, вводимого Духом Божиим человека. Услышав проповедь, получив отголосок на нее в своем сердце, человек следует уже дальше и дальше и самостоятельно уже прокладывать свой путь, руководимый помощью Божией, руководимой благодатью Божией, свой путь к вечной жизни, к познанию Господа нашего Иисуса Христа, о чем повествуют и следующие Евангелия. Ну, а, так сказать, мы с вами продолжим наше рассмотрение следующих евангельских чтений, других Дней Святой Седмицы в наших следующих беседах с праздником вас, Христос воскресе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Таких наше Седмицы